Потому что, по моему мнению, и не только по моему мнению, ката это тоже один из фундаментов Годжури. В ката действительно зашифровано много вот того правописания, понимаете, техники правописания. То есть, если человек отработал хорошо ката, и он хорошо концентрировался на чувствах, куда должна быть направлена энергия, где должно быть натянута, да, какое ощущение при исполнении этого ката, то потом в бою гораздо легче использовать много различных техник. Это не значит, что если мы в ката, например, делаем вот это, да, сукуюки, это означает, что мы кого-то просто там захватываем. Этому применению может быть масса. Главное здесь концентрироваться на определенном чувстве. Как только боец ловит чувство в ката, как хорошо его отрабатывает, ему гораздо проще делать целый комплекс различных техник. Поэтому ката является все-таки фундаментом. И вниманию нужно уделять огромное, и окинавские мастера, и хигаон об этом говорит постоянно. Я просто для себя решил, что вот ката – это как компьютерная программа, которая, с одной стороны, полностью, вот многократное исполнение ката, полностью меняет двигательную модель человека. То есть она создает вообще новую двигательную модель. Человек начинает по-другому ставить руки, передвигаться, походка. Меняется все на самом деле. И это видно по людям, которые долго занимаются каратэ. И плюс – это такая вот, как сказать, сублимация приемов. То есть на самом деле в ката зашифрованы корни приемов, из которых может вырасти практически любое действие. То есть, например, если корень приема – это защита, например, от атаки там рука-нога, то при глубоком рассмотрении бунка и расшифровок любого ката они дают сотни вариаций, как защититься от этого движения. Это не значит, что их надо все учить. Это значит, что с изучением ката тело получает свободу в бою. То есть на самом деле оно программируется. То есть ката, вот если говорить современным языком, для меня это компьютерная программа. Очень сложно, наверное, сейчас многим современным молодым людям объяснить, что же такое каратэ, для чего оно нужно, зачем же нужно пахать так, и зачем нужно делать ката, и зачем нужно делать то, когда их соседи, их друзья приходят в сексу-бокс и так далее. То, собственно, о чем я уже говорил. Но вопрос сейчас в другом. Как донести до современных молодых людей и девушек, что такое каратэ, что такое традиция? Честно говоря, я вот, например, для себя не ответил на вопрос, а надо ли это делать. Я не верю в то, что каратэ нуждается в массовости. То есть на самом деле, вот знаете, как сейчас очень многие сетуют о том, что у нас народ перестал читать. Типа вот я еду в метро, читают все меньше и меньше, а вот помните 80-е. То есть на самом деле просто надо признаться, что в современном мире, в мире современных технологий, чтение – это некое, ну я не знаю, элитарное хобби достаточно узкой части населения. То же самое касается боевых искусств. Боевые искусства никогда не станут массовыми. Это мое глубокое убеждение. Потому что слишком много труда, слишком много усилий, слишком много пота и крови, и слишком мало материальных благ на выходе. Все только… Это как монашество. Вы можете себе представить, что завтра в монастыри повалят миллионы людей, потому что пройдет грамотная рекламная кампания, как там здорово кормят и вообще какие там духовные ценности. Вот то же самое. В карате можно… Вот совершенно верно. В карате можно заманить народ. Но надолго ли он там останется, когда поймет, что сколько крови и пота надо оставить в додзе. Поэтому, на мой взгляд, как раз надо объяснять не столько… Вот, вернее, надо объяснять действительно, что такое на самом деле карате. Что это тяжелый труд. Да, он очень много дает человеку. Причем не только в боевых вещах. Я думаю, что мы как нормальные люди… Вот я, например, стараюсь не драться на улице вообще-то. И у меня достаточно мало эксцессов бывает каких-то с применением боевых навыков. Но мне очень много карате дает и в работе, и в бизнесе, и в каких-то вещах, которые стоят уже за пределами боевых искусств. Это, да, это система, которая, в общем, делает тебя. Делает совершенно определенным образом. Но при этом ты должен отдать очень много сил. Как вы думаете, какое будущее ожидает карате, какое карате будет в будущем? Служен вопрос. Ну, на самом деле, несмотря на то, что карате что-то новое в себя привносит, и это новое ассимилирует, система-то достаточно традиционная, и, в общем-то, если сравнить со всей окружающей жизнью, это то, что меняется достаточно медленно. Это хорошо. Это говорит о том, что система изначально самодостаточна. Поэтому я думаю, что с технической точки зрения карате мало изменится. С точки зрения массовости, не знаю, мода – вещь непредсказуемая. Мы помним все 80-е, когда была мода на карате, и когда сумасшедшее совершенно количество людей сначала легально, а потом по подвалам занимались этим видом боевого искусства. Я думаю, что массовости такой уже не будет никогда. Потому что, ну, карате стало частью нашей жизни. Это уже не такая экзотика. Уже более-менее все понимают, что это тяжелый труд, и поэтому туда идут только те, кто понимает, зачем они туда идут. Дай Бог, чтобы вот такие учителя, как сенсей Морио Хигаона, как можно дольше оставались с нами, потому что я бы вот, говоря о будущем, сказал бы так. Я безмерно счастлив, что я живу в одно время с Шаханом Морио Хигаона. Я безмерно счастлив, что у меня есть шанс тренироваться под его руководством, видеть его, общаться с ним, вообще находиться с ним в одном зале. Потому что это уже очень сильные эмоции и очень сильные переживания. Ранее карате было нечто таким мистическим. То есть люди предполагали, что сейчас я приду в зал, действительно, там немножко потренируюсь, посмотрелись большое количество гонконгских, голливудских фильмов. Вот эта вот вся мистика вокруг карате, которая прошла, вот эта вся шелуха, нереальность, она тихо-тихо уходит. Спасибо, кстати говоря, многим видам соревнований в данном случае. В том числе даже и вот Big Fight, панкротеон и так далее. Насчет массовости трудно сказать. Вот здесь вот с прогнозом гораздо сложнее. Не знаю, но судя по нашему обществу, мы тихо-тихо становимся такими же, как бы, скажем, не такими, немножко какими гламурными. Да, вот наша вся страна становится. Если посмотреть, например, как мы тренировались в Грузии, когда были, у нас там не было ни электричества, это была середина 90-х годов, начало середины 90-х. У нас не было ни электричества, ни воды холодной, вообще иногда воды не бывало, ни еды, питались там каким-то шиповником, нарывали его на ипподроме. Но вместе с тем мы пахали до сумасшествия. То есть это было часов 8 мы все, просто не зная себя, работали. Но смещение от вот такого состояния до того комфортного, приятного состояния общества потребления, оно выбивает из нас вот эту вот обреченность одним делом. Поэтому мой прогноз такой, что все-таки большого количества людей в такие стиле, как типа Годжури, где очень тяжело, приходить, мне кажется, все-таки очень много не будет. Если его облегчать, превращать больше в спорт, тогда, может быть, оно будет встраиваться в эту систему. Если не облегчать, тренировать так, как оно должно тренироваться, жестко, тяжело, очень и психологически, и физически тяжело, тогда вряд ли. Вот такой мой прогноз. Вот мы услышали два прогноза, и, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Ребята, спасибо вам большое за встречу. Спасибо. И я хочу вам сказать, что когда вы занимаетесь каратэ, думайте не только головой, а думайте и сердцем. До новых встреч в Дантесте. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова